В Тверской области массовая вакцинация населения набирает обороты. В регионе развернут 31 прививочный пункт, что позволяет за один день привить более тысячи желающих. Как можно быстрее стремятся получить вакцину пациенты из групп риска. К этой категории относятся старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. Им врачи рекомендуют становиться на прививку в первых рядах. Тверские врачи ответили на самые острые вопросы нашего корреспондента. О том, почему они так активно призывают записываться на вакцинацию граждан 50 плюс и диабетиков. Прежде чем вакцинироваться от коронавируса, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно это важно сделать гражданам из групп риска. Еще пациентам 50 плюс и имеющим хронические заболевания рекомендуют предварительно сдать анализ крови на наличие антител. Именно так и поступил акушер-гинеколог Станислав Белоусов. К счастью, инфицирование удалось избежать. Наличие антител в крови анализ не показал. Я в зоне риска. И не хочу рисковать ни собой, ни здоровьем своих близких, ни пациента своих. Я работаю к шор-гинекологам. У меня каждый день проходят роты, проходят операции и приемы. Бывают экстренные ситуации, когда поступают. Бывают, что поступают в красную зону. Сегодня доктор, сам пациент, идет перед вакцинацией на осмотр коллегам терапевта. В начале все формальности заполнить анкету, подписать согласие. Если имеются аллергические реакции, рекомендуют за сутки начать прием антигистаминных препаратов. Затем, после заполнения всех документов, измерения температуры, сатурации, давления, опрос о принимаемых лекарствах. Но, к слову, на прививку могут и не допустить. После осмотра направление в процедурный кабинет на укол. Пациенту вводится первый компонент препарата «Спутник ВИМ». Медсестра дает инструктаж. Два дня не мочить, не чесать. Вечером меряем температуру. Если высокая, таблеточка парацетамола. А будет ли это побочка, задается вопросом каждый пациент. А она возможна. Но на протяжении трех суток симптомы проходят. И не сопоставимы с темой осложнениями, которые могут возникнуть при заражении COVID-19 при наличии в анамнезе сахарного диабета. Здесь вероятность бессимптомного течения болезни невелика. Диабета COVID все равно, что порочный круг. Одно заболевание утяжеляет другое. И возраст здесь не имеет значения. У молодых пациентов с сахарным диабетом первого типа также существуют риски и заболевания коронавирусной инфекцией. И тяжелого ее течения вследствие особенностей иммунного статуса и иммунного ответа на вирусную атаку. Плюс у данной категории пациентов, конечно, существенно повышен риск присоединения вторичной инфекции с оптических состояний. Поэтому, конечно, они тоже находятся в группе риска. Здесь не бояться, надо, говорят медики, а идти консультироваться с лечащим врачом. Если нет противопоказаний, например, таких, как обострение хронического заболевания, признаков ОРВИ или каких-либо других, то пациенту будет дан зеленый свет в процедурный кабинет. Надо отметить, что сегодня в Тверской области работает 31 прививочный пункт. Вакцина поставляется партиями. Последняя пришла 2 февраля в размере чуть более 10 тысяч доз. Решается вопрос о формировании мобильных прививочных бригад. Цель до 1 июля привить около 60% жителей Тверской области. Это примерно 600 тысяч человек для того, чтобы сформировать массовый иммунитет. Уже привито более 15 тысяч взрослого населения, что составляет 2,5% от требуемого охвата. Полный курс вакцинации к сегодняшнему дню завершили более 1100 человек. То есть это те люди, которые получили и первый, и второй компонент вакцины. Несмотря на все меры профилактики, которые проводятся, несмотря на вакцинацию, масочный режим и гигиена рук обязательны для выполнения. Медики напоминают, что иммунитет формируется только к 42 дню после введения первого компонента. Потому между первым и вторым уколом важно не заболеть. Ни коронавирусом, ни ОРВИ. В первом случае смысла в продолжении курса вакцинации уже не будет. А во втором придется подождать выздоровления и ввести компонент уже несколько позже. Напомним, что прививают в Турской области сейчас спутником ВИ. О поставке других вакцин речи пока не идет. Записаться на вакцинацию можно по телефонному регистратуру медучреждений, на базе которых работают прививочные пункты. Через электронную регистратору и портал госуслуг. Подробная информация на сайте регионального министерства здравоохранения.